здравствуйте в эфире очередной выпуск битого часа это 37 выпуск мы опять выходим зуме потому что ситуация с ковидом к сожалению оказалось такое которое мы предупреждали ни в одной передаче ковид нас настиг и мы каждый день видим эти сводки они зачастую похожи на такие военные сводки потому что очень много больных к сожалению счет летальным случаем тоже каждый раз увеличивается и можно почти с уверенностью сказать что тот лимит времени который нам был отпущен на подготовку и встреча вот с этой волной к вида мы его использовали неэффективно не использовали как общество как государство может быть как каждый член общества вот об этом мы сегодня будем говорить у нас гостях постоянные участники нашего проекта это арта и налопа я на квартире и к нам присоединилась дева кириселян который на собственном опыте может поделиться вот этим путем прохождения по выявлению болезни болезни какой-то реабилитации которые уже она перешла и надеюсь добрый вечер всем у меня на на первый вопрос будет общий ко всем как вы оцениваете ситуацию сегодняшнюю эпидемиологическую нашей стране лика наверно к тебе будет первый вопрос как ты ее можешь оценить ну мне кажется цифры говорят сами за себя это при том что я думаю и все это допускают что мы можем судить только выявленных случаях а сколько не выявленных даже если допустим взять моих соседей у на у меня в подъезде как минимум пять семей заболела некоторые люди не так и не смогли сдать анализы но по всем симптомам видимо у них все-таки к вид но ни в какой статистике они не значатся ситуация когда у нас 190 заболевших день но это просто уже крайняя ситуация а тем более когда по 23 человека в день умирает мне кажется это просто кричит ситуация о том что нужно вводить карантин как мне как представляется мне кажется большая проблема заключается в том что мы запаздываем с мерами дело в том что вот в тот период когда можно было локализовать и нужно было локализовать ситуацию в больницах вот этого сделано не было а если бы смогли локализовать можно было бы тогда говорить о введении ограничений но не говорить о карантине но этого не произошло теперь у нас вот так вот безумно быстро растет количество болевших и когда я слышу а допустим там от представителей официальных и от минздрава и от нашего руководства что ситуация под контролем то мне хочется как бы у меня возникает возражение мне кажется ситуация под контролем тогда когда мы сразу можно локализовать вспышку купировать ее отследить все контакты посадить людей дома чтобы они не заражали других а готовности можно говорить когда есть прямая подача кислорода и ты точно знаешь что у тебя люди не будут страдать от того что и не дай бог умирать от того что не хватает кислорода когда люди которые амбулаторно лечатся точно гарантированно получат правильные инструкции и совета от врача они будут все время сомневаться какому врачу обратиться и не будут платить конечно по 40 тысяч за лечение я имею ввиду те кто амбулаторно лечится и когда работает компьютерный томограф вот с моей точки зрения вот если вот эти вот вещи все соблюдается тогда можно говорить что мы контролируем ситуацию но на сегодняшний день мы увидели что уже смысла нет отслеживать уже понимаете так много заразилось людей это уже ничего нам не дает сейчас нужно как мне кажется порвать цепочки а сделать это можно посадим людей дома хотя бы на две-три недели мы не говорим что нужно вечно сидеть дома речь идет о том чтобы быть гибкими вот увидели ухудшилась ситуация сажаем людей на карантин улучшилась ситуация решаем поэтапно кто может так сказать выходить на улицу работ на работу и так далее то есть тут нужно постоянно быть так сказать в тонусе в смысле анализируя эту ситуацию делая выводы и предпринимая адекватные меры спасибо но вот буквально вчера появилась информация о том что томограф перестал работать которые купили благодаря усилиям и коммерсантов наших и за рубежом и в абхазии и у нас не хватает тестов то есть постоянно на каждом этапе какой-то сбой и при том что у нас было почти там семь восемь месяцев собственно говоря времени для того чтобы подготовиться к тому неизбежному которое рано или поздно пришло Арда в чем причина может быть вот такого положения вещей когда мы не воспользовались вот таким люфтом времени достаточно большим в начале мне кажется был очень правильный настрой на то чтобы максимально жесткими мерами которые действительно мы пережили в конце марта в апреле остановили и вообще исключили возможность появления вируса на территории абхазии потому что у нас ее не было заражено при приехать только из-за рубежа были закрыты границы и это время было честно говоря использовано для того чтобы подготовить больницу обратиться к населению к обществу чтобы возможное содействие было в том чтобы приобрести необходимое оборудование медикаменты подготовить как-то и врачей с протоколами разобраться и так далее и так далее мне кажется это было сделано и тогда было понятно в чем был смысл этих может быть кому-то показалось бы преждевременных таких жестких мер но время это было потрачено не зря вот что касается потом я тоже могу сказать что когда стали возвращаться наши студенты да военнослужащий в смысле студенты военных вузов и так далее то тоже все таки несмотря на какие-то моменты которые вызвали критику в целом мне кажется справились с этой ситуацией потому что все таки работал айтар и все ребята двухнедельный срок оставались там и так далее вспышки тогда не произошло хотя мы помним что было довольно много среди возвращавшихся студентов все таки с вирусом но вот после вот этой вспышки в больнице мы все боялись открытия границ но в общем то эта вспышка произошла до открытия границы когда приехали наши граждане лечившиеся в краснодаре и в сочи и как потом оказалось что они заразились коронавирусом вот к сожалению здесь на уровне больниц оказалась полная к этому неготовность более того мы встречали врачей сотрудников среднего звена которые не верили даже в то время в то что вирус существует что это опасно что это сложнее как бы с большими последствиями чем грипп и так далее вот к сожалению вот такая работа и вот такое было ощущение что все таки вот это инфодемия поразила абхазии я думаю что одно из одна из причин того что мы имеем сегодня сегодня мы имеем критическую ситуацию это то что не было такой наверное достаточной работы с информацией все таки очень много вот этих фейк ньюс очень много ложной информации пустила корни даже среди образованных людей что вызывало очень большое удивление и так далее но вторая причина мне кажется в том что если вот в начале да весной было видение того что мы хотим мы хотели успеть подготовиться все таки люди как бы грамотные медики они понимали что вирус придет в абхазии что очень сложно в современном мире абсолютно оградиться от внешнего мира он придет но мы будем подготовлены если успеем там сделать то другое и так далее это был такой план это было такое видение а вот после того как открыли границу мне кажется уже не было какого-то представления во всяком случае мы не слышали о том что допустим если число заболевших превысить такое-то количество это уже угроза здоровью нации тогда мы будем думать о то есть вот какое-то предвидение какое-то планирование предсказание каких-то возможных сценариев рассмотрение их и проработка всех реакций реагирования на эти сценарии его не было постоянно звучало абсолютно уже выхолощенная фраза о том что соблюдайте все меры даже не перечислялось какие меры вплоть до того что некоторые так сказать выступавшие по телевидению говорили что маски абсолютно бесполезны это просто людей дезориентировало и честно говоря нам сейчас приходится вот с последствиями этой неясности какие меры важны какие меры эффективны обязательны да люди были дезориентированы потому что кто-то говорил что маски не нужны и прочее хотя уже давным-давно доказано что значительно снижается вероятность заражения если оба общающихся человека носят маски теперь вот что я говорю что не было вот такого прогнозирования и расчета каких-то сценариев и наших действий и не было проговорено все-таки какую модель мы выбираем да потому что есть очень разные модели реагирования на пандемию мы знаем есть шведская модель мы знаем есть китайская модель совершенно как бы противоположные но какой что мы выбрали непонятно потому что вот допустим очень часто обсуждался вопрос о закрытии школ здесь понимаете в каждой стране я уверена что и у нас тоже есть санитарные эпидемиологические нормы есть санитарные правила где прописано допустим российских написано что если заболевших детей там вот по поводу орви гриппа эпидемии становится процентном отношении больше 20 процентов в школе в классе например или в школе то школа закрывается есть какие-то определенные четкие правила а мы устраиваем какие-то встречи разговоры о том что дети перестанут любить школу это просто не о том это просто вот какой-то неправильный подход к делу должны быть на самом деле четкие правила четкие нормы и чтобы население знало что мы к этому приближаемся теперь мне кажется абсолютно да что касается школ мы уже давно этот порог перешли сухоми не везде не во всех районах здесь кстати сказать всегда не обязательно вот эти меры они довольно серьезные жесткие они принимаются всегда когда есть для этого основания серьезные поэтому если есть районы где вирус слава богу не так распространился то такие меры не нужны но сухомских школах где по 400 по 500 человек сегодня не ходят в школу вот эти цифры вы не услышите на телевидении к сожалению конечно это давно надо было закрывать потому что уже также известно что все таки дети являются самыми как бы большими то сам та группа людей которые являются переносчиками самыми быстрыми и большими переносчиками этого вируса это дети поэтому когда мы все таки ограничиваем их контакты то мы ограничиваем вот заражение других людей и третье что хотела сказать в такой ситуации такой серьезная у нас малочисленное население у нас не сильная система здравоохранения мягко говоря у нас просто не хватает людей врачей так далее то есть надо было очень серьезно подходить ко всем цифрам изучать их сравнивать и не пропустить тот момент когда нужны нужно принятие очень острых неотложных мер вот сравнивали наши цифры с допустим ситуации в дагестане вот я взяла посчитала оказывается по процентному соотношению у нас уже больных больше чем в дагестане вы помните какой шум был когда в дагестане нарастала тоже катастрофическое число заболевших а мы вот это как-то пропускаем и особенно не кричим и медики так сказать могут по телевизору говорить что все под контролем но на самом деле цифры очень серьезные например если мы сравним ситуацию с адыгеей там вот в эти последние дни нарастает количество заболевших но и числа там совсем другие 42 45 40 39 а умерших за все время 36 в адыге при том что там почти полумиллион население 463 тысячи населения то есть это вот надо ведь сравнивать надо понимать что вот этот звоночек тревоги он уже давно просто здесь захлебывается в абхазии но его не слышит сожалению у нас ведь тестируются не все и как я сказала есть люди которые болеют ну вот просто нет возможности пойти сдать тест потому что тестов не хватает кроме того мы знаем вот по статистикам по умершим те кого в тяжелом состоянии вывезли из абхазии они умерли за пределами абхазии почему-то в нашу статистику не вошли есть люди которые в селах болеют особенно пожилых касается вот они умирают кто знает от чего они умерли поэтому наша статистика летальных исходов как мне кажется реальной картины не показывает и второе что я хотела сказать по поводу школ честно говоря меня просто шокировало выступление директоров школ там учителей которые требуют чтобы все таки занятия продолжали слушайте мы ведь не враги образование ситуация крайне сложная уже я не за все поняли что дети стали к сожалению переносчиками многие семьи заболели потому что из одной больной семьи дети принесли в школу оттуда это пошло по другим семям гулять это инфекция учителя директора школ пожалуйста перестраивайтесь продумайте свои программы как нагонять мы же не говорим чтобы до до теперь 10 лет будут сидеть детям заперти и вынуждены будут как-то сказать такие вот пробелы образования появится но надо перестраиваться будьте креативными что-то надо придумывать как программа как работать с этими детьми мы кстати говоря в наших передачах тоже говорили о платформах образовательных когда вот Рустам Анжба у нас был и поэтому я по абсолютно с этим согласен с вами вот сейчас я хотел бы чтобы к разговору присоединилась Диана которая сама прошла весь этот путь наверное вот сдачи анализов на наличие ковида я не знаю на антитела процесс лечения как это все происходило вот с чем ты столкнулась и какой у тебя вот реальный опыта такой практический опыт не знаю сколько он положительный или отрицательный ну спасибо за то что пригласили на передачу дело в том что действительно хотелось бы тоже отреагировать на слова наших чиновников из системы здравоохранения которые все время говорят что они все контролируют можно конечно контролировать и то что работает совершенно неэффективно вот они в принципе вот это и контролируют но при этом они абсолютно не говорят и не дают картину реальную картину того какие проблемы существуют системе здравоохранения связанные с ковид и с какими проблемами простые люди сталкиваются у меня конечно можно сказать опыт который я на самом деле все этапы прошла и я должна сказать что ко мне в дом тоже эта зараза попала из школы то есть у меня сын принес это из школы и он но я постаралась как ответственный человек как только поднялась у моего ребенка температура мы всей семьей ушли на самоизоляцию потому что я ни в коем случае не хотела чтобы кто-нибудь заразился от нас хотя я еще совершенно не понимала чем ребенок заболел у него просто была температура три дня вот я очень настояла как-то постаралась использовать какие-то свои связи для того чтобы сделать ему тест это тоже не так просто было даже но вот мы заболели 13 сентября середина сентября даже тогда еще вот и результатов теста мы ждали неделю то есть вечером в пятницу только пришел положительный результат ребенка то время когда у него уже он он уже выздоровел собственно у него уже не было никаких симптомов но зато все остальные члены семьи уже были с симптомами вот и поскольку я обратилась в сесс с просьбой сделать нам тоже тесты на что мне сказали что нет смысла поскольку у ребенка положительный подтвердился то есть это то и у вас значит у всех но я как бы согласилась этим тоже понимаю что действительно очень ограниченное количество тестов и очень много больных конечно есть в нашем случае уже понятно что у нас к вид но почему я это сейчас говорю потому что абсолютно очевидно что очень большое количество людей просто не включены в статистику но извини диана мне так кажется у меня тоже семья такая ситуация повторилась но он теряет смысл это сдача когда через пять дней получаешь результат у меня нет каких-то претензий к работникам сесс они очень самоотверженно этим занимаются но это проблема системная потому что теряется смысл в этом анализе совершенно верно дело в том что настолько коварен этот вирус знаю по собственному состоянию то что я пережила действительно очень коварный вирус и за пять дней может произойти все что угодно то есть пока человек ждет результатов теста у него может настолько ухудшится состояние у него могут могут быть настолько поражены легкие да что потом уже ничего невозможно будет сделать вот это мне кажется самая большая проблема сейчас как сделать так чтобы результаты тестов были в свои времена и чтобы можно было эффективные меры принимать дальше дело в том что я уже очень долгое время слышу что расширяются возможности сесс и мы все ждали что ну вот начнет сейчас работать большее количество людей так далее но оказывается что только сейчас происходит процесс обучения новых людей это все время каждый день у нас количество больных увеличивается и количество к сожалению летальных исходов тоже увеличивается вот но это что касается этапа определения если ковид или нет ковид а как вот когда процесс лечения как он проходил если вкратце так более емко дело в том что тут тоже очень много сложностей потому что нужно то есть я как человек законопослуженность есть маршрутизация ну я вот решила пойти по этому пути обратилась к врачу в поликлинике которая первые какие-то назначения нам сделала и первые направления на анализ и рентген но потом когда у меня начались у меня и у моего супруга появились какие-то осложнения то все таки мы приняли решение обратиться к другому врачу да специалисту по легким и так далее но это все очень сложно понимаете потому что нужно иметь какие-то вот не знаю знакомства нужно нужно самому это все организовывать вот то есть если у тебя нет возможности самому это организовать то ты остаешься абсолютно брошенный на произвол судьбы почему я это знаю потому что вот за все это время ко мне каждый день звонят люди которые либо сами заболели и не знают что им делать и кому им обращаться либо их знакомые и родственники болеют и они очень переживают потому что понимают что никто им должным образом не оказывает помощь к сожалению я должна сказать что вот эта вот система которая существует да через поликлинику она не работает сегодня потому что очень многие даже участковые врачи они все либо на карантине либо болеют сами понимаете их там очень мало они не справляются либо они в режиме цейтнота потому что я соприкал с врачом каждые две минуты были звонки это просто был измученный человек и мне просто искренне по-черски было иногда даже просто не удобно потому что их настолько мало и они настолько загружены что попасть к такому доктору просто не всем не у всех такая возможность есть а как сейчас ты чувствуешь если чтобы мы могли какую-то хотя бы нотку оптимизма иметь сейчас как 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 на самом деле сейчас уже прошло три недели и я вот только сейчас начинаю немного приходить себя а тест на антитела удалось сдать и как это вообще происходит и в этот понедельник нам сделали вот всем остальным мы уже сделали тест чтобы понять если уже излечение да или нету но пока результатов нет мы ждем как бы вот но что я хочу сказать что этот вирус если есть какие-то малейшие осложнения требуют серьезные терапии эта терапия серьезно и том смысле что она на твой организм очень сильно влияет я уже не говорю о том что это финансово очень сильная нагрузка на на семье я думаю на большую большинство семей в абхазии вот но и физически очень трудно потом приходить в себя и восстанавливать свой организм спасибо но я думаю мы еще не знаем какие последствия он будет это в мире эта проблема стоит я вот сегодня посмотрел в чугенской правде статистика абхазия на пятом месте по количеству заболевших и летальных случаев на 100 тысяч населения я не знаю какого рода эта статистика насколько она проверенная но очень похоже на то что мы очень такую плохую статистику попадаем что дальше делать вот такой вопрос риторический может быть какие меры может быть хотя бы вот на этом этапе уже есть смысл принимать и которые могут быть как-то хотя бы облегчать этот удар ковидов который под которым мы попали ну я думаю что во первых я слышала что в понедельника возможно нужно школы закроет на карантин если это будет так я считаю это совершенно правильное решение вообще не считаю что нужно было бы на 2 или на 3 недели всех отправить на карантин но я опасаюсь что как бы пока еще такие меропринимации не будут когда я слышу что руководитель с с обращается к людям с рекомендацией зная что у нас очень многие люди вообще как бы пренебрегают рекомендации то я хочу спросить почему вы не делаете эти меры обязательными почему никто не следит за этими мерами вот сейчас вышел новый ну указ очередной об ограничительных мерах я считаю что власти на местах там мвд сгб все должны следить за тем чтобы эти меры соблюдались я живу в районе турбазы в наших магазинах эти меры не соблюдаются в магазин запускают абсолютно всех людей без масок сами продавцы кассиры маски не носят ну может быть кто-то носит но за редким исключением понимаете это неправильно называется имитация мер надо поставить вопрос перед всеми владельцами магазинов и сказать что мы будем вас штрафовать на очень крупные суммы если ваш магазин не будет придерживаться таких-то таких-то мер это касается всех мест там аптеки рынок и так далее где скапливаются люди значит это первое а какие меры это и так понятно я не буду уже их перечислять кроме того я думаю что нужно все таки нашим руководителям говорить не только с министром с его замом и с руководством сэс а поговорить с врачами которые работают в гудаутском госпитале я думаю что они более точную дадут информацию о том что там есть чего не хватает и что может угрожать больным которые находятся в этом госпитале такое количество людей вывозят на лечение но в россии сейчас меньше потому что там тоже как я поняла переполнены больницы в грузию выводят огромное количество наших граждан находится сегодня на лечении в грузии что случилось почему мы не справляемся а если мы не справляемся то почему жесткие меры не вводятся тут как бы логика очень простая если у нас нет таких возможностей значит надо попросить людей ну как попросить надо законным указом обязать людей соблюдать эти меры другого варианта нет и еще я хотела бы сказать что конечно вот учитывая то что у нас такие есть люди в принципе которые бравируют тем что они не носят маски вот в этой браваде нет ни смелости ни ума ни ответственности вот в этой браваде я просто хочу чтобы каждый вот кто не носит маску понимал что он потенциальный убийца но что ты возьмешь с людей которые не понимают вот недообразованы не понимают если с них это не требует так сказать по всей строгости закона тут должно быть как бы движение двух сторон я абсолютно с тобой согласен я кстати говоря недавно был на премьере фильма по фазилю искандеру в русском театре и вот там эти все пятьсот шестьсот я не знаю сколько там мест все зрители были в масках то есть мы в принципе достаточно законопослушные население и как члены общества каждый в любом банке тоже это соблюдается но от каких-то магазинах где-то не соблюдается где-то соблюдается вот эта аморфность такая на них она конечно присутствует у меня такой вопрос на карди мы несколько раз говоря вот этом контакте с населением контакте и этого штаба и контакта может быть власти с людьми почему это не происходит что этому мешает это же очевидно и только мне кажется только на пользу тем же власть придержащим или тех от кого зависит какие-то решения почему так происходит ну трудно сказать но мне кажется штаб который состоит из очень высокопоставленных чиновников у которых очень много ежедневных дел и ответственности очень многих сфер они просто не могут погрузиться полностью в эту проблему просто надо было мне кажется создать такой очень рабочий механизм доступный для людей который бы слышал вот эти душераздирающие иногда истории которые мы например все знаем мне кажется не все чиновники которые так сказать бодро выступают по телевидению слышат вот эти истории когда люди просто в отчаянии когда их близки лежит дома с температурой они не могут никому дозвониться не знают просто что делать и так далее я вот в предыдущем ответе сказала что время не было упущено но в каком-то смысле я все-таки имела ввиду вот начало эпидемии а потом я думаю что все-таки не хватало вот этих расчетов например вовремя не заказывали тесты потому что ну надо знать что на это на их изготовление на их доставку оформление финансовых документов требуется время поэтому пока они еще есть у тебя ты должен заранее заказывать а фактически обучить надо было в ходе их начинали заказывать извините это просто непростительно это очень серьезное упущение то же самое касается доступа вот кислороду больных в гудаутской больнице когда она была еще практически пустая можно было этим заняться а вот сейчас я знаю что поставили срок и так далее но сколько людей недополучили и может быть ухудшение состояния было из-за этого и потом что касается мер вот абсолютно согласна с ли она что конечно нужно не только их опубликовать такое ощущение что иногда какие-то решения принимаются чтобы потом сказать мы сказали мы объявили и так далее но а кто следит кто контролирует вот недавно опубликовано было решение что мвд нужно включить чего в начале не было ну хорошо но как-то не очень видно потому что сегодня например проходит свадьба это я точно знаю в абхазии вот и что касается то что ли она говорила что нет вот дело не в том что мы так хотим чтобы людей наказывали нет просто нужно уважать свое собственное решение свои собственные решения и доводить их до конца это не просто объявление это руководство к действию но помимо того вот такого контроля за исполнением этих ограничений еще какие-то вещи можно просто продумывать просто сосредоточиться немножко так сказать посвятить время для того чтобы продумать вот какие-то моменты маршрутизации могут быть более целесообразно и рационально организованно например насколько я знаю дай бог чтобы я ошибалась насколько я знаю в одной и той же очереди которые люди с пяти с четырех утра занимают это просто безобразие больные люди с температурой стоят это невозможно что мы с этим соглашаемся и что мы не не находим возможности все-таки приобрести мобильную оборудование для взятия тестов и так далее есть разные выходы но хотя бы эту очередь можно ведь разделить для тех кто заболел и для тех кто просто получает эту справку о том что он не болен для того поскольку он у него есть другое заболевание это человек должен выехать в россию на лечение это необходимо это справка о том что у него нет коронавируса они все стоят в одной очереди ну как можно вот это оставить так как есть сегодня потом другое вот человек вызывает должен там маршрутизация ночной описаны вы должны там либо вызвать либо сами сами добраться так сказать либо до поликлиники там в больнице инфекционной и так далее люди кто не имеет своей машины они вызывают такси можно было бы чтобы это был необычная машина а каждую фирму обязать чтобы была выделена машина это это да я понимаю что это бизнес но бизнес в государстве у него тоже есть это тоже люди которые испытывают ту же самую опасность от этой эпидемии поэтому я думаю все пошли бы навстречу если бы в каждой фирме такси была бы специальная машина где водитель был бы огражден и которая бы особым образом обрабатывалась и так далее я очень не знаю с большим просто восхищением относившись к врачам которые как диана сказала по сто человек ведут я знаю что у них нашего вот санитарного врача нашего города постоянно звенит телефон и днем и ночью и они поднимают трубку но просто сколько может этот человек выдержит конечно нужно найти возможности привлечения специалистов я знаю что приезжают но этого недостаточно и видимо нужно как-то решать этот вопрос но самое главное самое главное все-таки это прервать цепочку инфицирования прервать цепочку заражения каждый человек которого мы спасем это лишнее так сказать место в больнице это так сказать затраты лаборатории это время наших врачей поэтому это очень важно прервать эту цепочку поэтому мне кажется без карантина нам не обойтись но я говорю о карантине вот в тех школах где есть вспышка заболеваний кстати сказать некоторых республиках россии российских вот 20 процентов заболевших о которых я говорил это касается гриппа орви а что касается к вида даже один ребенок в классе если заболел класс закрывается так что мне кажется вот здесь продумать надо очень серьезно чтобы не останавливалась республика не останавливалась экономическая деятельность потому что если продавец и покупатель в маске торговля не останавливается и в аптеке то же самое продуманные сейчас я вижу что городская администрация занимается транспортом это тоже очень важный такой источник заражения так что мне кажется даже те вот ограничения которые были приняты они должны выполняться и должен быть за этим строгий контроль но и вот что касается школ и массовых мероприятий вот ну конечно это не допустимо что сегодня несмотря на то что с 5 числа уже запрет сегодня проходит свадьб мне кажется это вопрос дисциплины потому что запрет свадьб это это просто вообще запрос здравому смыслу и обращение к здравому смыслу и тут просто надо административно наказывать я другого выхода не вижу я просто сам когда пользуясь услугами такси я с собой имею маски им каждый раз дарю потому что понимаю что они в такой же зоне риска как наверное и врачи если не не больше я на у меня наверно в конце к тебе такой вопрос был бы вот практически какие советы ты дала бы людям которые вот не дай бог почувствовали недомогание или или чувствуют что они заболели или их родные и близкие вот с чего начать и где вот эти узловые вещи которые не позволяют нам ситуацию взять под контроль я с точки зрения практическое имею ввиду и опыта который у тебя сейчас есть мне кажется что в первую очередь мы должны сделать так чтобы люди четко знали информацию о том кто эти врачи вот просто поименно и пофамильно с информацией о контактных данных да как связаться с врачом который может тебя проконсультировать но я как человек который прошел это считаю что даже не сейчас уже не стоит дожидаться результатов теста то есть сейчас нужно сразу принимать определенные меры которые нужно принимать человеку заразившемуся ковид потому что вероятность того что у тебя сейчас именно ковид очень высока вот такое количество больных сегодня у нас в стране это к сожалению не отражает никакая наша статистика у меня все время вызывает беспокойство вот жители сел что мне кажется что мы не совсем хорошо понимаем какая там ситуация и эти люди которые живут селах они даже еще менее информированы да о том вообще какие какие существуют правила связанные с ковид и какие процедуры существуют мне кажется может быть стоит продумать какой-то мониторинг вот ситуации сейчас по селам чтобы до людей донести вот информацию как себя вести в случае в случае если они почувствуют какие-то симптомы но это в этом смысле мне кажется вот какие-то группы волонтеров могли бы подключиться для того чтобы могут предотвратить такие случаи одно и что касается школ мне кажется я тоже считаю что карантин обязателен и дело в том что как только мне стало известно о том что моего ребенка ковид я сразу сообщила в школу и я знаю что сэс постоянно передает эти данные школы не не то что школа даже класс моего ребенка не закрыли на карантин несмотря на то что кроме него там еще есть несколько детей с подтвержденным к видом и я считаю что действительно школа и возможно транспорт общественный это вот такие две вещи которые сегодня стали именно источником распространения ковид и с этим надо что-то делать срочно я хотела бы добавить несколько слов по поводу информированное информирование населения тема сегодня ситуация ситуация связана с ковидом должна темой номер один сегодня понимаете потому что ситуация слишком серьезная мне кажется не надо бояться что вот кто-то слабонервный не выдержит у кого кто-то в депрессию впадет люди и так в депрессии от того что они видят что есть опасность они не знают что с ними будут когда они выйдут на улицу за дверь где они могут подхватить эту инфекцию и так далее лучше все объяснять и как сказала арда я здесь абсолютно согласна очень четко говорить вот сегодня мы сделали вот это вот мы видим что вот это дало такие-то результаты а это наоборот не дало поэтому мы вводим карантин поэтому мы принимаем такие-то меры и такие-то это не должно быть где-то там в конце одно это ток-шоу вот просто не поможет тут надо на самом высоком уровне должны говорить о том что делается для того чтобы бороться с этой болезнью спасибо вам большое диана тебе тебе улучшение такого кардинального чтобы ты просто забыла про ковид и нам всем не заболеть или избежать как минимум как 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 возможно минимально избежать этой напасти которая нас в этом году настигла спасибо здоровья всем до новых встреч субтитры подогнал «Симон»